Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма. Письмо 155. Иоксиму о злом рабе. Говоря о своем втором пришествии, Христос называет людей то рабами, то хозяевами. В обоих случаях Он напоминает каждому, что всем должно в трезвении и бодрствовании ожидать Его. Господа славой и Судью мира. Каждый человек – господин и хозяин духовного сокровища, которое находится в его душе. Каждый должен хранить свое внутреннее сокровище с такой же осторожностью и заботой, с какими хозяин хранит свое видимое земное сокровище. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Поскольку же не знает того времени, должен береть дом непрестанно в любое время днем и ночью. Так и мы должны непрестанно хранить свою душу от бесов, злых и невидимых врагов, чтобы не разграбили они наши сокровища, не оставили нашу душу разоренной и пустой ко дню пришествия Христова. Рабами называет нас Господь потому, что мы пользуемся в этом веке сокровищем, заимствованным у Господа. В этом месте Он особенно обращается к вождям народа, которые, как рабы Божии, во имя Божие должны заботиться о своем народе. Здесь Он разделяет вождей на верных и на злых. Верный и мудрый раб, царь или священник, родитель или учитель, постоянно живет ожиданием Господина своего, то есть Христа, и старается детям Божьим давать пищу вовремя, то есть правильно и методично. А это значит питать их советом и примером законе Божьем, хранить от зла и готовить к Царству Небесному. «Злой же раб скажет в сердце своем, нескоро придет Господин мой, и начнет истязать народ и проводить время в объедении и пьянстве. Но придет внезапно Господин и накажет злого раба. Вижу, что вас смущает именно это наказание. Как накажет Господин злого и неверного раба? Рассечет его. Что значит рассечь? Спрашиваете вы. Думаю, что это значит отделить душу от тела и предать тело земному тлению, а душу гиенскому пламени, где будет плач и скрежет зубов. Вот что будет со злым рабом, который не ожидает прихода Господина своего и который не себя ставит на службу народу, а народ на службу себе. От Бога вам здравия и спасения!